Житель трехэтажки на Танкистов 36 Евгений Полухин по контейнерной площадке возле своего дома ходит словно по минному полю. Один неверный шаг и рискуешь не только испортить себе внешний вид, но и получить травму, сетует Евгений. Причина тому заваленные подходы к площадке. Виноваты в этом и возщик, и сами жители, уверен мужчина. Каждое утро приезжает эта мусорка, вот забирают контейнер. Без разницы, вываливается из него, не вываливается, он обратно постоял, все уехал. Народ почему вот сюда бросают? Потому что туда подойти невозможно. Я вот сейчас прохожу, допустим, да, я прекрасно знаю, что там можно и на гвозди, ничего только не наступить. Они видят, что пройти не могут и просто рядом кидают. Захламленность контейнерной площадки и территории возле нее – это лишь полбеды. Другая проблема – появление новых соседей, грызунов, которые держат в страхе многих жителей. Крысы живут под контейнером, крысы как котята большие, как кошки трех-четырех месяцев. В общем, в темное время суток я не ношу мусор. Я боюсь, что они кинутся. Лучше вынесу на балкон, если накопление мусора, и понесу утром, потому что страшно. Как заверили нас в управляющей компании, которая занимается обслуживанием близлежащей придомовой территории, уборку двора от мусора, в том числе от разлетающегося с контейнерной площадки, их рабочие производят. И, возможно, в момент съемки нашего сюжета чистота этого участка была нарушена из-за стечения различных обстоятельств. С придомовой территории мусор убирается, да. Может быть, сегодня там опять разлетелся при этом ветре. Ну, уберут, значит. Однако уборку самой контейнерной площадки должны осуществлять районные власти. Ведь мусорные баки находятся на муниципальной территории, говорит Алексей Шахаров. В администрации индустриального района нам сообщили, что веренная им земля не очищалась должным образом, так как до сих пор не были определены лица, ответственные за ее содержание. Несмотря на это, к решению проблемы на улице танкистов уже приступили. Было совещание с представителями управляющей компании ТСЖ и ВОЗчика. У нас вышли рабочие в очередной раз на зачистку, в том числе и этой контейнерной площадки. Приедет машина, которая будет собирать мусор. С 8 по 22 апреля обо всех наболевших проблемах, связанных с обращением, с твердыми коммунальными отходами, можно сообщить, обратившись на горячую линию. Она проводится по инициативе прокуратуры Пермского края. Прием звонков в данный период будет осуществляться в рабочие дни с 9 до 12 часов. Можно обращаться по вопросам невывоза твердых коммунальных отходов, по вопросам несанкционированного складирования таких отходов на территории муниципального образования, в случае возникновения вопросов по начислению платы за данную коммунальную услугу, ну и по иным возникающим вопросам. По всем поступившим обращениям прокуратурой края будут организованы проверки. Прием звонков будет осуществляться по телефонам, которые вы видите на экране. А с 20 апреля в Перми стартует диротизация мероприятия, которое должно значительно поспособствовать наведению порядка. В течение месяца будет производиться обработка от грызунов во всех жилых и нежилых домах, учреждениях образования, культуры, здравоохранения, рынках, магазинах, парках, скверах, городских лесах, рядом с теплотрассами и тепловыми пунктами. Эти меры помогут снизить численность грызунов в городе. Кирилл Диев, Иван Худяков, телекомпания Ветта.